Всем доброе утро! Сегодня у Димы, вернее у нас с Димой не каша с утра, сегодня у нас картошечка, я ее вчера варила, но вчера делала обзор на вермишельку с тушенкой, я ее вечером покушала, а картошечку решила ставить на утро, а мы сейчас с Димой ее будем кушать. Она сейчас тут разогреется, я прям водички в кастрюльке поставила в холодильник ее, она разогреется, и зачем-то я там поставила чайник, я уже не помню зачем, и с Димой мы будем кушать картошечку, наверное с лючком я даже ему тоже сделаю, посмотрим маленький, мелко-мелко наверное покрошу. Вот лучок, вот то что я вчера начал делала обзор, что-то выйдет в отдельном ролике, вот у нас лето, 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 жара, сейчас я планирую, может быть быстренько покушать и пойти на рынок с Димой, пока тепло, пока жарко, не знаю даже, идти, не идти, одуванчики, хочу одуванчики собрать, потому что мои одуванчики уже, вот что с ним случилось, они уже кстати пушистиками стали, то есть они меня не дождались несколько дней и все, и нету одуванчиков. Представляете, вчера я закрыла здесь мух, смотрите, они сдохли, вчера где-то днем, наверное, ближе к вечеру, да, я их закрыла и буквально уже сегодня с утра они дохли, еще вчера вечером летали, а за ночь они сдохли, так холодно что ли было, где же они по ночам-то бывают. Дома они летают, летают, день, два, три, четыре, а тут смотрите, хоп, и сдохли, все, а я еще как-то подхожу, не пойму, думаю, а где вообще они там, думаю, поврятались что ли, а они там уже лежат себе спокойно. Окно грязные у меня, все грязные, окна все грязные, я думала свекровь приедет, думаю, он мне помоет их, обычно она всегда у меня мыла окна, а теперь они что-то не моют, надо кого-то нанимать, у меня по ум живет, смотрите, кучок, а не видно, на окне, надо кого-то нанимать. Вот так выглядит моя картошечка, я посыпала специями, чесночком, чесночок этот я теперь везде добавляю, кориандр, прям мне вообще он очень нравится, лучок сдача, маслицем полила. Вот, Диме я сделала просто картошечку, хотела я тоже лучок, но боюсь вдруг он у него застрянет где-нибудь на глотке, ему будет неприятно, не знаю, короче, наверное, мне кажется, еще рано его все-таки добавлять. Вот, если только очень-очень мелко на блендере покрошить, здесь ему сделал кусочки, у него зубы уже практически все есть, поэтому я думаю, что ему должна понравиться. Вкусно как, да? Вкусно. Вкусно, Димой? Дима кушает картошечку. Вот так он кушает, а жует, прям старается. Дима еще до сих пор у нас жевать учится, потому что приезжает бабушкам, они могут пищу полностью промалывают, мол, не умеет жевать, значит, это пускай промолотую ест. Я постоянно ругаюсь с ними, говорю, что не надо промалывать, да, что не нужно, иначе он не научится жевать. Вот, только после того, как поругаешься, вроде бы они с какими-то кусочками дают ему, но он начинает жевать. И вот так у нас постоянно уже, Диме уже год и десять будет вот через пару дней, уже практически десять месяцев вот так вот мы мучаемся. Вот, бабушка с дедушкой по папе на линии приезжают, им я сказала, что перемалывать ничего не надо, они мелко-мелко кусочками, он опять научится у меня жевать. Да, едет к другим бабушкам, а другие бабушки ему перемалывают, он разучается жевать. И опять мы домой приезжаем, начинаем заново учиться жевать. Вышли мы на улицу, ой, ой, Кули, Кули прицели. Как красиво, жалко, как парад не было. Красота какая, такие там полянки. Поляночки с одуванчиками, и белые одуванчики, и желтенькие, господи, как красиво. Какая красота, посмотрите, все зеленое. Да, сейчас тебя покажу. Купили мой творог, правда. Не такой, какой я хотела. Да? Да. И ты тута. Нарядный такой, да? Нарядный? Какая красота. Какие вообще прям полянки. Какая красота, жалко, что там дальше стоят дома. Что-то сделать. А то, чтобы так было целое поле одуванчиков, вообще было восхитительно. Я думаю, взяла я с собой фотоаппарат, жалко. Очень красиво. Может, еще тогда завтра пойдем. Одуванчик у тебя. Да? С дневочкой хорошо, так жарко у нас. В телефоне было написано 22 градуса. Но нет, мне кажется, немножко пожарче. На солнышке жарко. В Зинке, в принципе, наверное, да. Да? Нафоткала я все это на телефон. Смотрите, как красиво, а? Боже, как красиво. Не думала, что здесь может быть так красиво. Хотя, по-моему, честно говоря, летом мы здесь не были. Как-то зимой мы все время там, да? Зимой. Ну, ветерок холодный, подумаем немножко. А то прям я это даже запарилась немножко. Не ту, наверное, я майку одела. Да, ты одуванчик мучаешь. Мама тебе самый пушистый дала одуванчик, да? Самый пушистый дала одуванчик. Чуть у тебя шапка сползает. Сползает у тебя шапка, да? Эй, ты где? Ай, мама опять не так одела шапку, да? Опа. Так. Ну-ка. Ну, ты ее поправляешь сам. А я думаю, что она сейчас сползает. А ты ее сам поправляешь, да? Что ты делаешь тут? Ой! Ты его оторвал? Сына! Ты оторвал его? Зачем? И выкинешь, да? А-а-а. Она упала. Дима в новой маечке у нас. Да? И-и-и. И-и, как ты это любишь. И-и-и. 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 Надо было нам мешочек с тобой делать. Мы бы одуванчики и мешочек маленький сложили бы. Кто-то? Кто это там, да? Шуршит еще. Зима. Ай, как красиво. Все зеленое. Наконец-то наступило лето, да? Сирень цветет. Жалко не пофоткаться нам с тобой. Может, папа нас пофоткает. Чего? Ты мне рассказываешь, что он упал, да? А зачем ты его бросил туда? М? Ты его бросил туда зачем? Что он у тебя даже упал? В рот не лази. Сейчас мы здесь немножечко погуляем. Сейчас пройдем немножко подальше. Ага. Да, подальше пройдем немножечко. Какая красота. Лепота. Лепота. А представляете, как в лесу классно. Одуванчики. Вот тут даже кусочек леса. Маленькие одуванчики. Солнышко. Полянка. Полянка одуванчиков. Вообще классно. Я бы, честно говоря, в деревне с удовольствием жила бы. Очень хотела. Смотришь вот блогеров других, кто живут в деревне. Блин, я так вам завидую. Тоже хочу в деревне. Но пока что живем тут. Может быть, я надеюсь очень. Мечтать, конечно же, нужно. Может быть, когда-нибудь у меня получится. Женька говорит мне, ну, типа, в старости мы с тобой переедем уже с деревней. Но до этой старости еще очень-очень много времени. Много-много десятков лет. Так, сейчас мы с тобой повернем. Здесь у нас, кстати, все гаражи снесли. Все гаражи снесли. У нас здесь стало хорошо. А то как-то, знаете, гуляешь и видишь все эти гаражи. Как-то не очень приятно. Как-то кажется, что за гаражами что-то происходит ужасное. Ага, и птичка как-то. А вот тут тоже сирень, кстати. Что-то она не цветет. Или она уже отсвела, или еще будет свести. Здесь вот она белая, по-моему. Какая красота. Вот маленький лесочек, видите. Там тропиночка. Одуванчики. Здесь вот полянка. Желто-белая. Здесь деревья, кстати, их посрубали. Верхушки. Видимо, гаражи увозили. Неудобно было. У тебя сейчас кепка упадет, Дим. У тебя сейчас упадет кепка. Поправь кепку. Шапку поправь. А, шапку, да? Это кепка у тебя. Кепка. Вот она, тропинка. Вот она с этой стороны мешает. Вот это вот большое строение. Наверное, сейчас я думаю, просто наберу одуванчиков. И, может быть, надеюсь, что в ближайшие пару дней мы с вами их порисуем. Я очень это надеюсь. Хочу порисовать одуванчики. Смотрите, как классно. Какие классные одуванчики. Купила я маленький букетик сиреней, проходила. Решила посмотреть, смотрю, что женщина продает. 50 рублей он стоил. Было видно по сиреням, по веточкам, что рвала она. То есть, не дачная, дачная, а секатором обычно. А там просто рвала. Ну, в принципе, она бабушка продавала их. Лишние 50 рублей ей будет на пользу. И так же одуванчики сначала я нарвала. Думала, сирени нет нигде. Сейчас я их поставлю аккуратнее. И можно теперь будет рисовать. Одуванчики, наверное, с вами порисуем. А насчет сирени пока не знаю. Она еще вялая вся. Такая беленькая вот отошла. Вот эти вот что-то они не очень. Надо водичку еще. Они вот опадают. У меня прям опали. Тут сейчас вот на столе я немножечко прибралась. Но тоже было все нападано. На полу нападано было. И купила я и творог. Тарелку себе приготовила. Сейчас я буду кушать творожок с медом. И купила я еще сливки. Сейчас мы посмотрим, там сливки или нет. Она сказала, что там сливки. Вот они. Видите? Прям жидкие сливки. На баночке написано 500 грамм. Ну, не знаю, мне кажется, там поменьше. Она сказала, что 250. Вот. И у нас вот такой вот творог. Честно говоря, я не люблю такой вот творог. Я люблю больше рассыпчатый. Потому что сейчас его положишь. Его надо переименять вилкой или там чем-то, чтобы он стал рассыпчатым. Потому что в детстве, с детства я считаю, что творог должен быть рассыпчатым. Всегда в детстве. Но она не сказала, что это натуральный творог, домашний. Типа он должен быть таким. У меня сразу появился вопрос. Думаю, а что же мы в детстве ели? Не натуральный, что ли, творог? Странно. Ну, ладно. В следующий раз я, может, пойду в другой день. Куда-нибудь другое место где-нибудь. Посмотрим. Попробуем. А здесь у нас сливочки. Со сливок я буду делать сливочное масло. Купила их для этого. Цена, по-моему, они по 180 рублей. Нет. А, нет. Творог 180 стоит. А сливки... Куда? Не знаю, короче. Не помню, поскольку. Короче, все вместе. Вот это у меня получилось 320. 330 или, по-моему, 320, да. И 350. Нет, 330, да. И 350 дала мне 20 рублей сдачу, потому что у меня не было. 330. Не знаю, короче, не помню, сколько. 150 или 180, наверное, не столько, потому что я помню еще. Думаю, еще подумала, дороговато. Ну, ладно. Сиренью пахнет бесподобно. Ну, вот она, видите. Уже они повяли. Уже, может быть, они старенькие, что ли. Давно, наверное, они уже. Не знаю, может быть, я думаю, к вечеру она отойдет. Придет в себя. Перемешала я себе творожок с медом, немножко сливки сюда добавила и кунжута. Сейчас мода пошла с кунжутом есть сворог, потому что в кунжуте выяснилось, что есть кальций. И вместе с сворогом они якобы там что-то очень вкусное. Вот. И хочу показать сливки. Сливки вообще просто как вода. Я их попробовала. Они напоминают больше жирное молоко. Такие они еще тепленькие. Прям жирное-жирное, но молоко. Потому что они прям вот, даже вот видите, вот оно капает. Не знаю, сколько их придется ждать. Сегодня у нас среда, четверг, пятница, выходные, наверное. Я не знаю, поеду на дачу. Надеюсь, то, что они к выходным или за выходные хоть чуть-чуть подтвердеет. Потому что покупаются сливки, превращаются в сметану дома. И со сметаны делается сливочное масло. То есть мне нужно ждать, пока они превратятся в сметану. Вот. Будем ждать. Пока вот они такие. Надеюсь, что превратятся. Я спросила у нее сепараторные. Она говорит, да, да, сливки, сливки, да. Я так и думала. Наверное, я не четко сказала, она просто меня не поняла. Ну, не знаю. Женщина была уже возрастом. Попробуем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok